здравствуйте уважаемые любители рок-музыки что соскучились по концертам по глазам вижу что соскучились но наконец-то пандемия слегка отступила и московское правительство позволило музыкантам выступать концертных залах поэтому мы с большими интересами удовольствием продолжаем знакомиться и сами и знакомить вас с интересными перспективными на наш взгляд русскими музыкантами специально не говорю рок-музыкантами так как представляемый мною сегодня музыкант на концерт которого мы пришли делает нечто интегрирующие в одно целое и new metal и альтернативный рок и хип-хоп и электронную музыку и должен сказать что получается это у него достаточно неплохо и органично это не эклектика это очень интересный непротиворечивый индивидуальный стиль по крайней мере то что я слышал в ютубе звучит очень органично и стильно псевдоним у этого музыканта оскал что кроется за этим названием за ним кроется индивидуальный сольный проект вокалиста хабаровской группы третья вячеслава мартишова сама группа третья практикует new metal rock их еще называют дальневосточными линкен-парк и должен сказать что это очень приличная группа которая с недавнего времени переместилась насколько я знаю из хабаровска в москву хочется сходить на и концерт отслеживаю афиши но пока не получалось связи с коронавирус поэтому знаком тоже с музыкой группы третья только из ютуба но повторюсь по моему мнению это классное трио да что-то у них есть и от линкен-парк и от лимбитский но это нормально ведь между живем не в безвоздушном пространстве естественно что нам что-то нравится чем-то мы вдохновляемся что-то оказывает влияние на наше представление о хорошей музыке но в любом случае третья это не банальные подражатели а музыканты сумевшие создать нечто свое индивидуально так вот вячеслав мартишов 28 лет от роду совмещает работу вокалистов и в третья и продвижение своего собственного проекта под названием оскал который он запустил в прошлом году осенью 2020 года почему он это сделал но думаю это понятно для всех у него наверняка есть собственное представление о хорошей современной музыки отличное от мнений других музыкантов группы третья и свое музыкальное да и жизненное кредо он продекларировал в одной из первых своих песен с названием не рок-н-ролльчик там он говорит следующие слова насколько я помню я уже видел рок-н-ролл но не моё гитары бить об мониторы не моё вспыхивать как fire не моё наплевать на свое завтра не моё и так далее честно скажу мне импонирует его подход жизни вы мне скажете а ты всегда кричишь рок-н-ролл forever да друзья кричу и буду продолжать кричать потому что как музыкальный жанр рок-н-ролл вечен это достояние музыкальной истории человечества и культуры человеческой музыкальной и его можно играть в любом стиле что я и делаю периодически играю рок-н-роллы в своем стиле новый хард-рок но рок-н-ролл как образ жизни рок-н-ролльный образ жизни так называемый когда наплевать на свое завтра под девизом секс наркотики и рок-н-ролл а сам спишь на матрасе из соломы и под крышей из неба голубого вот такой рок-н-ролл мне не понравилось я думаю что и никому ну устарел морально но вернусь к оскалу в начале 2021 года он выпустил свой дебютный сольный альбом под названием антистресс в альбом входят 9 композиций в целом очень неплохая работа и первую песню из этого альбома я увидел и услышал песню под названием хейтер по моему мнению эта песня сделана очень круто и современно вот такая вот вещь и музыкально и по смыслу очень хороша единственное что мне не нравится вы знаете что я люблю матерщину во второй части песни мартишов скатывается в эту матерщину понимаю что мода сейчас такая понимаю что очень хочется быть оригиналом и эпатировать публику поэтому многие музыканты думаю ща как заматерюсь и все восхитятся мною типа какой оригинал вот это врезал так врезал а в результаты оказывается что ты скатился в тупую дворовую банальщину далекую от искусства вроде стремился именно туда на вершины искусства на парнас хотел быть большим оригиналом а стал банальным маргиналом но мартишов еще молодой поэтому будем надеяться дойдет когда-нибудь что оригинальность не в мате не в этом оригинальность но если не дойдет то интерес к нему быстро угаснет как фейсу вопрос на засыпку вы не скажете мне а где сейчас фейс куда это он делся исчез из информационного пространства который так хорошо вначале матерился так я отвечу если ты начинаешь свою карьеру с эпатажа то затем тебе его придется наращивать иначе интерес толпы сойдет на нет а слов матерных то немного даже в богатом на мат русском языке они очень быстро заканчиваются а с ними и оригинальность завершает свое действие поэтому начало было у него очень быстрым концом начало у него оказалось быстрым концом теперь по этому же пути пошел моргенштерн час на пике но посмотрим верна ли моя теория скоротечности матерного эпатажа вы скажете а как же шнуров уже много лет материться отвечу шнуров был первым поэтому успел сформировать большую фан базу которая его и кормит до сих пор и во вторых шнуров материться для связки слов для придания юмористического оттенка своим песням один для оскорбления женского достоинства а у фейса был матерный утробный оскорбительный мат мат ради эпатажа толпы поэтому и исчез с горизонта но вернусь сегодняшним музыкантом оскал я не знаю всего состава но за барабанами должен сидеть павел опять таки на мой взгляд отличный барабанщик очень хорошо чувствует стилистику песен и стучит именно так как того и требует конкретная песня очень мощно и ничего лишнего без никому не нужно демонстрации своей виртуозности именно он заочно в инстаграме и познакомил меня с музыкой оскал спасибо ему на этом предварительно а музыки оскал больше ничего говорить не буду концерт расставит точки над и немного расскажу о том месте где будет проходить концерт она сзади меня и опять таки буду говорить то что я подчеркнул из открытых источников так как я здесь никогда не бывал это концертный зал studio 47 на ленинградском проспекте дом 47 я думаю что это новый какой-то концертный зал у них есть еще и другое название артист холл сами себя они позиционируют как концертно-клубное пространство состоящее из двух залов большой зал вместимостью до 1000 человек включая вип-зону и малый зал на 300 человек тоже с вип-зоной говорят что у них там помимо алкоголя имеются даже легкие закуски в каком зале будет выступать оскал я не знаю но конечно очень интересно посмотреть сколько же публики соберет его музыка по крайней мере в инстаграм у него 16 тысяч подписчиков во вконтакте 13000 и в ютубе 2000 последний клип недавно он выставил с названием юла просмотрели уже более 5000 человек хорошая песня и клип приличный поэтому пойдемте смотреть как все пройдет вживую удастся ли музыкантам воссоздать студийное качество в клубных условиях а заодно посмотрим что такое клуб studio 47 и с чем его едят ну или точнее чем там угощают вип-гостей ну а после концерта я поделюсь своими свежими впечатлениями до встречи через пару часов уважаемый любитель музыки пока маску не заставили одеть я вам скажу по-русскому вот подвале клуб поделки уважаемый любитель рук музыки находимся в сердце клуба studio 47 большой зал оказывается на ремонте поэтому фоскалу или маленький зальчик который по словам организаторов грубо владельцев влазит 300 человек я думаю сюда максимум 250 но зато здесь есть бар есть официант милая девушка которая нас посадила за столик но видно нам будет плохо придется снимать стоя потому что публика заслоняет серба хотя мы на полную слышность все равно заслоним но будем надеяться что концерт будет хорошо все-таки в таком небольшом помещении звук должен быть приличнее как посмотрим но так вкратце сейчас посмотрим что там в меню чем тут людей пугать местные лицам хорошо уважаемые любители рок-музыки но я перехвалил заранее studio 47 сказал что и тут есть закуски не запускать не только акоголь и вода даже кофе не печает но только вот это но она даже вы знаете нам тяжело испортить настроение а лишний раз не поесть как это вообще для меня праздник потому что жир уходит это же прекрасно самое главное что музыканты не облажались а сделали хорошую сцену потому что мне музыка и то что они в ю тубе выдают уважаемые любители хоров музыки гастрономические чудеса продолжаются окажутся и газированной водичкой который мы заказали есть такая негазированная но нам же тяжело испортить настроение конечно же мы согласились на негазированную но я хочу отметить официанта сразу повышаю балл этому заведению официант очень вежливый и чем-то хотите вам схожу в магазин какой-нибудь еды у нас такая удача что еды тут нету ты поголодай диетку пособлюдаем поэтому я поварили ли я повторюсь я этому заведению балл повышают и обращаясь к руководству владельца хороший официант отметьте этого человека уважаемые любители рук музыки делаем обход владений который нам который нам предоставлен на два часа целых владений нашу ну видите тут всякие лица мудрых людей это похоже прям на улице за это не знаю кто это может быть вообще никто ведь такой интересный дизайн столиках такие вот древнегреческие древнеримские головы и нос нос идет приобщение древнегреческая цивилизация это что-то страшное дают понять ребята не балуйтесь потому что пройдет серенький волчок любите с зубками такими красивыми и укусит забрать вот он бар видите широчайший выбор я уже просто говорил что без закуски не пьем обычно но тут закуски нет поэтому я руки просто воды иду в закусе но то что произнесу обязательно вы знаете без тостов пить нельзя вообще поэтому я хочу поднять тост и пожелать этим ребятам которые сейчас выйдут на сцену удачу вот такой то что а и и и и и и Субтитры делал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 повторюсь человек если придет посторонний он услышит только гул баса и удары барабанов инструментала аранжировки другой красок не было это было только вот этих два инструмента я понимаю что пришли любители их музыку которые знают и уважают знать что хорошие тексты знаешь что там отличные биты все там красивый звучит она отлично студийный запись здесь было глуховато но это еще обуславливается конечно же и специфика из зала это подвальное помещение со сводчатыми потолками поэтому конечно звуку негде было разгуляться это было глуховато а так в принципе ребята молодцы они мне понравились что павел что оскал имеется в думать у школ публики было немного я думаю максимум человек 120 ну я объясняю это тем какая-то группа молодая хотя матчу школ уже известен из группы третий а он вокалист но тем не менее группа молодая еще не наработали я вот этим только это могу объяснить потому что когда слушаешь с музыку студийные записи в ютубе это очень приличная музыка и когда ты читаешь его текст или слушаешь когда их слышно то это очень хорошая поэзия хорошая единственно мат но это от расслабленность людей мат зачем материть какой в этом смысл обращаться людям с матом песни в мат вставлять я этого честно не понимаю я прекрасно понимаю что происходит повторюсь русский язык уничтожают не просто так это наше главное богатство там радуются что у нас молодежь матом разговаривать начала радуются потому что удар по русскому языку по нашему самому главу богатство оружию и вот поэтому я принципиально против того чтобы мат был в искусстве и общаться с людьми матом он со сцены кричит ахуенно ахуенно что там ахуенно то йопа растет людей в первую очередь идентифицируют не по вере а по языку на ком языке он мыслит разговаривает в тон по менталитету мы русские люди это наше богатство этот язык надо беречь отстаивать развивать анимат или засорять это так отвлечение от основного принципе ребята работали хорошо я им аплодирую молодцы вот так пока все мы поехали домой счастливо все мысли вслух точны и честны мысли вслух о том о сём интересны мысли если сказаны мало щуком мало щуком